Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Штормовое предупреждение объявлено на большей части территории Казахстана. Речь идет о 14 областях. Осадки синоптики прогнозируют в Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и области Абай. Низовая метель и гололед ожидаются в северных регионах страны. Ветреная погода, по словам метеорологов, установится в СКОУ Атраусской и области Улытау. Ну и о погоде в столице. В Астане сегодня ясно. Температура днем минус 4 градуса. Порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду. Ну а по информации из ситуационного центра Каза Автожел по состоянию на 8 утра закрытыми остаются несколько участков дорог в Павлодарской, Карагандинской и Актюбинской областях. По одному на автомобильных дорогах Казаларда, Павлодар и Караганда-Аягус-Бугас. Там ограничения распространяются на все виды транспорта. В Актюбинской области из-за ухудшения погодных условий метель. Ограничения видимости дождь и гололед также приостановили движение для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог. Самара-Шимкент и Актюбе-Атрау-Астрахань. В том числе на некоторых участках действуют ограничения для дизельных и общественных транспортных средств. 12 миллионов тенге были похищены у пенсионеров и людей с особыми потребностями в области Улутау. Подозреваемые по этому делу были задержаны. При обыске домов членов организованной преступной группы были взяты пенсионные выплаты пожилым людям на сумму почти 800 тысяч тенге и принадлежащие им банковские карты. В числе подозреваемых руководитель, должностные лица и рядовые сотрудники социального учреждения. Сейчас ведется расследование на основании документов, подтверждающих преступные действия указанных лиц. В связи с воспрепятствием объективному и всестороннему расследованию, а также попытками сокрытия и уничтожения следов преступления, руководитель данного социального учреждения был задержан и во дворе он в изолятор временного содержания. Специализированным следственным судом города Жизказган была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовного правоциального кодекса разглашению не подлежит. А прокуроры Мангустовской области защитили права людей с особыми потребностями. Это больше 3250 человек. Свыше 560 из них это дети. Оказалось, что службы социальной защиты не приняли меры, чтобы обеспечить людей индивидуальной программой реабилитации. Из-за этого инвалиды 1, 2 и 3 групп не посещали реабилитационный центр, не получали санаторно-курортное лечение и другие гарантированные государством бесплатные услуги. В этом году нарушения зарегистрированы во всех городах и районах области. Виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Теперь, после нашего вмешательства, данные указанные лица могут посещать центры, а также получать санаторные лечебные услуги, социальные услуги, индивидуальных помощников, а также иные услуги. 92 медицинских учреждения будут построены в ближайшие 2 года в Карагандинской области. Большинство из них расположены в Щетском районе. Именно там сейчас насчитывается наибольшее количество устаревших медучреждений. В одном из таких поселков побывала и наша съемочная группа. Диагноз «сахарный диабет» Гульбаршинка-Зербекова поставили 2 года назад. С тех пор приемы у врача стали регулярными. Жительница села Козылкуй вынуждена ездить 50 километров в больницу райцентра. В местном медпункте пациентки ничем не могут помочь. Тяжело постоянно ездить в райцентр. Было бы хорошо, если бы все было у нас в медпункте. Но здесь толком ничего нет, разве что давление да температуру измерить. В селе Козылкой проживает 350 человек. Медпункт расположен в приспособленном помещении. И этому зданию уже 50 лет. Оно давно и само нуждается в помощи. Конечно, это здание не соответствует стандартам, так как вода у нас привязная, умывальник простой, а и печка у нас отопительная, просто топим углем, топим печку. У нас работаем мы двое здесь. Я и моя санитарка. Она и сторож, она и санитарка, она и стопница наша. Вот такие дела у нас. В этом году медсестра с особым трепетом следит не только за температурой пациентов, но и на улице. Как потеплеет, в селе начнут строить новый медпункт. В Шельском районе запланировано строительство 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 10 медпунктов. Для этих объектов предусмотрены средства из республиканского бюджета. Сегодня были определены земельные участки и подготовлены технические условия. Из 600 объектов в рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения, которые появятся в республике, 92 построят в Карагандинской области. Все они будут соответствовать современным требованиям и предоставлять физиотерапевтические и другие лечебные услуги. Павлодарские школьники повышают правовую грамотность знать и разбираться в законах. Им помогают профессиональные юристы. В регионе стартовал проект «Молодежь и закон». С детьми работают сотрудники прокуратуры. В формате дискуссий, лекций и даже инсценировки судебных заседаний прокуроры разъясняют меры ответственности за совершенные правонарушения. Интересно, но и сами школьники проявляют неподдельный интерес к познанию юридических канонов. До конца месяца проект охватит многие школы и колледжи региона. Недавно в одном из вузов Павлодара появился криминалистический полигон, где студенты получили возможность отрабатывать практические занятия по расследованию преступлений. Детям очень интересно. Здесь нужно отметить, что дети очень хорошо воспринимают, когда они это пропускают через себя. То есть, если дети это слышат где-то, видят, нет такого восприятия, когда они сами в этом участвуют, когда они это через себя пропускают, тогда уже у них, соответственно, именно эта гражданская позиция, именно этот патриотизм, он у них уже, безусловно, складывается. Китайские пожарные продолжают борьбу с сильнейшими лесными пожарами на юго-западе Китая. Огонь вспыхнул еще во вторник. В провинции Юннань властям удалось локализовать очаг возгорания. По данным оперативного штаба, в тушении пожара участвуют больше 4 тысяч человек. Кроме того, задействовано 280 пожарных машин и 3 вертолета. О пострадавших и погибших пока не сообщается. Почти 2 тысячи жителей близлежащих районов эвакуированы в безопасное место. Мы впервые сталкиваемся с таким тяжелым и опасным испытанием. Мы чувствуем облегчение, что не потеряли ни одного товарища по команде. Финляндия приступила к строительству забора на своей границе с Россией. Погранслужба представила первую часть заграждения менее, чем через две недели после вступления страны в НАТО. По сообщению властей, такая мера объясняется борьбой с нелегальной миграцией и повышением безопасности собственного государства. Сетчатый забор призван защитить нового члена военного альянса в случае повторения миграционного кризиса, с которым зимой в 2021 году столкнулась Польша. Металлические заграждения планируют возвести на наиболее уязвимых участках общей протяженностью почти 200 километров. Там же установят и оборудование для наблюдения. Ну а сейчас в Испанию. Там открылся самый большой в стране лабиринт. Его протяженность 3 километра. Частный проект, создание которого поддержал городской совет Валенсии, построили для развития досугом на свежем воздухе в разгар туристического сезона. Телефон в третьем по величине в Европе и самом большом в Испании. Лабиринт установлен не просто так. Если вам не удастся найти выход, то можно связаться с администрацией и попросить о помощи. Гигантский зеленый лабиринт площадью 7 тысяч квадратных метров. Задумка испанских и британских архитекторов. На создание объекта ушло 5 лет. На реализацию проекта выделено более полумиллиона евро. Не зря. Это дерево называется кипарисом. Оно всегда сохраняет свою форму и цвет. Обратите внимание, ворота многих домов сделаны из этого вида дерева. Поливаем его раз в месяц. Для одного кипариса достаточно 5 литров воды. Согласно официальным данным, в прошлом году Испанию посетили 80 миллионов туристов. А в этом, по прогнозам, их число может достигнуть 100 миллионов. Такой возможностью местным властям и предпринимателям, так сказать, грех не воспользоваться. Поэтому возведение интересных проектов под открытым небом – отличный способ заработать. Очень много туристов, которые, конечно же, ищут места, которые можно посетить с детьми. Помимо исторических зданий, особое внимание у путешественников вызывают развлекательные заведения на природе. В создании лабиринта использовалось около 4 тысяч кипарисов. Чтобы прогуляться по нему, понадобится примерно полтора часа. Стоимость билета при переводе в тенге составляет 3,5 тысячи. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Увидимся обязательно. Унимательских зданий